Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Анна Соловей и коротко о главном к этому часу. В Гродно налаживают связи с Алтайским краем. Основные сферы взаимодействия, которые интересуют представителей российской стороны, это развитие спорта и туризма. Миссия «Помочь». 10 тысяч пакетов молока отправили в Курскую область из Гродно. Искал легких денег и в итоге получит срок. В Гродно поймали наркозакладчика. Задымление, эвакуация, спасение пострадавших и профилактика ЧП. В Гродно прошел единый день безопасности. Косит траву, а еще собирает опавшие листья и снег. Газонокосилка для всех сезонов года появилась в Ужрепе Ленинского района города Гродно. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей ряда государственных организаций, председателей районов, директоров предприятий, замминистров. Гродненскую область не обошли стороной. В трех районах региона новые председатели. Главой Лицкого райисполкома назначили Версоцкого Александра Людвиговича. В Свисличском райисполкоме председателем стал Грицкевич Андрей Сергеевич. Руководителем Вуроновского райисполкома назначен шлык Василий Николаевич. Обращаясь к руководителям местной вертикали, глава государства ориентировал их на ответственный хозяйский подход по отношению к вверенным районам. На вас ляжет основная нагрузка в экономике, особенно в сельском хозяйстве. Если в экономике будет нормально, с другими вопросами мы справимся. Ну а накормить людей и одеться прежде всего. А это все накормить и одеться в сельском хозяйстве. Все там, на земле. Поэтому я убедительно прошу, у вас некогда расслабляться. Да, мы посеяли рапс, мы посеяли в основном колоссовые, зерновые, азимые, культуры. Но у нас еще много убирать кукурузы. Это не лучшие районы, коль мы руководителей меняем. Вам надо прийти и разобраться. В Гродно налаживают связи с Алтайским краем. Основные сферы взаимодействия, которые интересуют представителей российской стороны, это развитие спорта и туризма. Иностранную делегацию возглавил министр спорта Нифонтов Иван Витальевич. Рабочий визит закончился подписанием соглашения о сотрудничестве. Алтайский край географически далек от Гродно. Однако первая встреча показала, что интерес развития дальнейших отношений взаимный. Речь идет в первую очередь об экономическом сотрудничестве, а также о социокультурной и спортивной сферах. В Гродничине есть чем заинтересовать и что предложить Алтайскому краю. Мы обращаем внимание на развитие массового спорта и детско-юношеского спорта. Здесь у нас действительно неплохие результаты и мы можем поделиться секретами организации данной работы. В свою очередь Алтайский край для нас представляет в первую очередь как туристический объект. Налаживание связи привлекут в свою очередь инвесторов. Это туристические компании, которые будут развивать данное направление. Главные вопросы о перспективах дальнейшего сотрудничества представители Алтайской делегации обсудили в обл. исполкоме. Намеченные планы на будущее закрепили подписанием соглашения о сотрудничестве. Это важно в первую очередь для спортивного сообщества и для туризма. Мне кажется, что это соглашение даст нам более детальное и конкретное видение, что мы можем заключить и с какими федерациями могут взаимодействовать уже напрямую. И развивать виды спорта. Вот этот обмен опытом, он поможет для наших спортсменов, спортсменов высшего порядка, которые будут добиваться высоких спортивных званий на международной арене. В том числе и благодаря совместному сотрудничеству. 10 тысяч пакетов молока доставят в Курскую область из Гродно в ближайшие дни. Это гуманитарная помощь жителям, которые пострадали от боевых действий, террористических атак киевского режима, а сейчас находятся в непростой ситуации. Первым из предприятий для участия в акции откликнулся «Молочный мир». Здесь не только производят качественную продукцию, но и следят за новостями, которые происходят в стране и за ее пределами. Возможность оказать помощь братскому народу была, и ее поддержал весь коллектив, от руководства до работников. Организовать передачу груза удалось в короткие сроки. Зная о том, что там сложная ситуация, мы надеемся, что они почувствуют какую-то заботу наших белорусов, в том числе молочного мира. Мы выпускаем до 300 видов продукции, но мы решили именно стерилизованное молоко, потому что условия поставки, рассчитывая расстояние, все-таки способствуют для того, чтобы этот продукт доехал в нормальном качественном состоянии. Посылку отправили через благотворительный фонд Алексея Талаи при участии Генерального консульства России в Гродно. Акцию планируют продолжать. Переговоры с предприятиями, которые также могут оказать посильную помощь жителям Курской области, уже идут. Любая помощь важна, и мы благодарны белорусам, которые в трудные моменты протянули нам руку помощи. Это еще раз подтверждает то, что наши народы являются братскими, мы всегда готовы помочь друг другу. Искал легких денег, а в итоге получит срок. В Гродно поймали закладчика. 29-летний мужчина распространял наркотики и оставлял их в разных частях города. При задержании оперативники обнаружили у фигуранта более 20 свертков с психотропным веществом. Как выяснилось позже, мужчина промышлял распространением наркотиков порядка 10 дней. После приезда за границей я начал играть на ставках, проебрал все заработанные деньги, все, с чем хотел их восстановить. Быстро заработал с тысячами и нашим границам. В 2019 году он покинул страну в поисках легкой жизни. Он работал в различных странах Евросоюза, но видно что-то пошло не так и летом текущего года он вернулся. Ничего другого не нашел, как решил заниматься распространением наркотиков. Наказание за указанный вид преступления грозит до 15 лет лишения свободы. Задымление, эвакуация и спасение пострадавших в Гродно прошел единый день безопасности. В университетах, организациях, торговых центрах по всей области выли сирены. В отдельных местах люди выходили из якобы горящего здания. Все это масштабная отработка действий в чрезвычайной ситуации. Повторение тех знаний, которые могут спасти жизнь. О том, как это было, расскажет наша съемочная группа. Дым, пожарная тревога и просьба покинуть помещение. Таким выдалось утро в одном из Гродненских торговых центров. Продукты и покупки посетителям здания пришлось оставить на местах и в срочном порядке выдвинуться к выходам. Организация процесса на службе безопасности ТЦ и со своей задачей они справились. По тактическому сценарию в здании оказалось два пострадавших, а на крыше технический персонал. Их эвакуировали спасатели. Операция прошла успешно, но за хорошими результатами. Всегда старание людей. Мы их инструктируем. Есть информационные письма, в которых прописываются действия при чрезвычайных ситуациях. Это техногенных катастроф, возгорание и так далее. Следующий пункт – это обнаружение бесхозно оставленных предметов, визуально похожих на зрительство. Следующий – это когда угроза террористической посредством связи. Захват заложников. Четвертый инструктаж. И пятый – это наличие и реализация террористической угрозы. В торговом центре всего 10 выходов, которые доступны для использования во время аварийных ситуаций. И это необходимость, потому что ежемоментно в здании находится порядка полутора тысяч посетителей. В учебную тревогу помещения все покинули меньше, чем за пять минут. Без спешки и давки. Моментально на сообщение об условном возгорании отреагировали и спасатели. На место прибыли семь пожарных расчетов и коленчатый подъемник. Помощь пострадавшим оказывали волонтеры. И это лишь часть единого дня безопасности. Сегодня на территории Гродненской области была проведена проверка системы оповещения. В 14.20 по всему региону были запущены сирены. Все это проводится с целью того, чтобы убедиться в исправности всего оборудования. Чтобы в случае возникновения нештатной ситуации не произошло каких-то непредвиденных ситуаций. И все мероприятия прошли с минимальными потерями. В текущем году на территории Гродненской области всего в рамках мероприятий будет задействовано свыше пяти тысяч объектов. На 87 из них работники МЧС окажут практическую помощь в отработке планов эвакуации. О правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях рассказали профильные службы. Интерактивные площадки организовали МЧС, ОСВОД, ГАИ, учреждения здравоохранения, департамент охраны МВД, энергогазнадзор, Красный Крест, комбинат противопожарных работ, представительство Белгостраха. С мастер-классами и эвакуацией единый день безопасности провели в корпусах Гродненского медицинского университета. Здесь сотрудники и студенты тоже знают, что делать. Прежде всего слушать, что будет говориться по громкоговорителям и следовать строгой инструкции. Мы всегда ориентируем сотрудникам и студентам, что даже учебная тревога – это не повод оставаться в здании. Якобы это просто учение, а именно прочувствовать вот эти пошагово мероприятия, куда двигаться, в каком направлении для того, чтобы выработать эти навыки до автоматизма. Главный корпус имеет структуру достаточно специфическую, оборудованную турникетами, и мы имеем два выхода. И специфика нашего здания, что одновременно может находиться более трех тысяч человек в самом здании. Помимо всего, студентам рассказали и показали, как правильно нужно пользоваться огнетушителем. Ввиду того, что в зависимости от объема огнетушителя, он работает определенное количество секунд. То есть, например, от 6 секунд до 12 и так далее. В соответствии с этим, видя объем возгорания, нужно рассчитывать, как его использовать. Не нажимать в холостую, а именно после того, когда ты направишь раструб или шланг на очаг возгорания. Такой комплексный подход к изучению правил безопасности и отработке практических навыков действий в ЧП дают свои результаты, уверены спасатели. И порой это может спасти чью-то жизнь. Анна Соловей, Андрей Шиповалов. Новости Гродно+. Газонокосилка для всех сезонов года появилась в Ужреп Ленинского района в Гродно. Новую технику приобрели несколько дней назад и уже успели попробовать в деле. С первых дней использование новой техники показывает хороший результат, рассказывают специалисты. Правда, пока проверить успели только одну из ее функций. Она облегчает труд нашим сотрудникам по комплексной уборке. И она достаточно универсальная, потому что она не только убирает листву, но она еще тропу подрезает. И также можно ее использовать при уборке снега. То есть она многофункциональна. Еще одно важное приобретение – новый самосвал. Его будут использовать на объектах капитального ремонта, перевозить крупногабаритные сыпучие грузы. К слову, если новая техника покажет себя в работе наилучшим образом, в Ужреп Ленинского района закупят еще несколько таких машин. В Гродно ремесленникам объяснили, как меняется система уплаты налога на их деятельность в связи с изменениями в законодательстве по вопросам предпринимательской деятельности. Заседание по этому вопросу прошло в Гродненском горосполкоме. Кто и что должен теперь платить, рассказали специалисты управления Фонда социальной защиты населения. Существенные изменения в законодательстве теперь ремесленная деятельность относится к одной из форм индивидуально-предпринимательской. Людям, занятым в этой сфере, начиная с 1 октября, необходимо уплатить взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда. Это не касается тех, кто использует налог на профессиональный доход, а коснется тех, кто применяет систему ремесленного сбора. Они должны будут выплачивать его в сумме не менее чем из минимальной заработной платы. Это 181 рубль 54 копейки ежемесячно. Окончательный расчет необходимо закрыть не позднее 1 марта 2025 года. На сегодня ремесленники в органах фонда уплачивали взносы по желанию. То есть они становились на основании заявления и уплачивали эти взносы. А теперь это будет обязанность. Это сделано для того, чтобы ремесленники могли сформировать свой пенсионный стаж к пенсии. Так как на сегодня страховой стаж – это не менее чем 19,5 лет с уплатой взносов. Не опуститься в хвост, а подниматься все выше по турнирной таблице. Гродненский коммунальник ставит большие цели на предстоящий сезон. Планами спортсмены поделились во время пресс-конференции, которая прошла на телеканале Гродно+. Для начала показали новую форму и раскрыли секрет, который удивит болельщиков. Играть спортсменки будут в юбках. К тому же девушки собираются подточить не только технику. Волейбол – это особенно женский. Это невероятно красивый техничный спорт. То есть мы используем очень много комбинаций, разных вариаций действий. И хочется именно в этом сезоне выполнить эту установку, что не просто влево-вправо кидать мячик, но еще как-то более интересно подойти к процессу и показать красивую игру. В межсезонье сохранить костяк команды удалось. Уровень игроков растет, но переоценивать силы никто не собирается. Будут работать и искать подход к каждой команде. Шансы на лидерство высокие. Два игрока очень сильных пришло. И мы тактику мы оставляем. Свою стратегию тактику мы все оставляем. Они только усилят это. Мы делаем акцент на комбинационной, быстрой, красивой игре. И к этому стремимся. Но команда мы амбициозна. И мы, конечно, бы хотели быть в призерах и на кубке, и на чемпионате Республики Беларусь. Но к этому и работаем. В этом году у нас 10 команд, 9 команд участвуют в чемпионате Республики Беларусь. Аминчанка добавляется у нас в финальном этапе, то есть в первую четверку. Поэтому у нас, может быть, немножко легче будет в плане того, что будет меньше игр и меньше выездов. Но, с другой стороны, мы сейчас на протяжении всего сезона должны подниматься чем выше по турнирной таблице. Для того, чтобы потом, попадая в плей-офф, иметь немножко проще или легче соперника, чем, скажем, по итогу чемпионата. Поболеть за коммунальный ГРГУ можно уже в эту субботу в 17.00, 28 сентября по адресу Захарова, 32. Команда приглашает всех на старт чемпионата страны 24-25. В воскресенье 29 сентября состоится футбольный матч. Гродненский Неман примет славию. Игра пройдет на стадионе Неман в 19.45. Вход свободный. В Беларуси отмечают День пожилых людей. В честь этого праздника на Гродненщине стартовала областная декада «Золотой возраст». В течение 10 дней для пожилых людей будут проходить различные мероприятия. Первым из них стал торжественный концерт, который прошел в Гродненском государственном колледже искусств. Яркие номера, живая музыка и искренние поздравления. Настоящий праздник для людей преклонного возраста устроили в Гродно. Почувствовать себя нужными и незабытыми для горожан, которые уже давно на пенсии, очень важно. Поэтому такое событие они восприняли как дорогой сердцу подарок. На этом приятные сюрпризы вечера не закончились. Со стороны государства оказывается всесторонняя забота о людях, вышедших на пенсию, о людях золотого возраста. Создаются льготные и социальные гарантии во всех направлениях. Это медицинское обслуживание и социальные выплаты. Сегодня в территориальных центрах социального обслуживания населения посещают более трех тысяч пожилых граждан. И всесторонние они занимаются по различным направлениям. Вяжут, танцуют, поют, живут активно. В Гродно созданы все условия для комфортной жизни пожилых людей. На данный момент в регионе проживает 268 тысяч людей золотого возраста. И эта цифра только увеличивается. Создаются различные родные бригады, которые агитационные. Выезжают в отдаленные населенные пункты, где также типа агитбригад проводят встречи и, соответственно, концерты. Мы проводим различного рода спортивные мероприятия, в том числе скандинавская ходьба, танцевальные мероприятия, в клубах, площадках. В общем, все это объединяет наших людей, создает хорошее настроение и продолжает их жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова